Я всех приветствую на нашем открытом уроке на курсе DevOps практики инструменты и тема нашего сегодняшнего открытого урока это стратегии диплома и давайте будем начинать наше такое занятие. Давайте начнем с проверки технической чате. Отправьте плюсик в чат, если меня хорошо видно, слышно, видно ли мой экран. Если нет, напишите, какие у нас проблемы. Отлично. Плюсик вижу. Еще один плюсик. Значит, проблем наблюдается. Прекрасно. Давайте пойдем немножко далее. Я представлюсь. Так, извиняюсь, да, это не та тема вебинара. Немного неправильно. Забыл убрать, но ничего страшного. Самое главное, я представлюсь. Меня зовут Галий Фрустен. Я являюсь ведущим DevOps-инженером и архитектором по интеграции в компании IBM в городе Краков. Имею достаточно большое количество сертификатов по различным технологиям от достаточно крупных компаний. Ну, вообще, да, то, что мы можем и кубер рассмотреть, тема нашего сегодняшнего урока, стратегия диплея, также касается и, собственно, кубера. Такая практика есть как rolling update. Ну, и также я являюсь коучинг-ментором в IBM. Занимаюсь также внутренним обучением наших сотрудников. Какой у нас маршрут вебинара? То есть мы с вами познакомились. Сейчас поговорим о ботус. Дальше, прежде чем перейти к основной части, у нас будет первая часть нашего вебинара посвящена основам DevOps. То есть что такое DevOps, чем он занимается, какие он применяет практики в своей работе. И потом поговорим, собственно, про DevOps и стратегии диплоев. То есть рассмотрим, какие бывают у нас стратегии диплоев, как они применяются, где и когда. Потом поговорим о команде нашего курса, о программе обучения, поговорим про карьерную информацию. Ну, и, конечно же, отрефлексируем наш сегодняшний вебинар. И давайте уделим 5 минут на знакомство с вами. Расскажите, пожалуйста, о себе. Как вас зовут? Откуда вы? Какой ваш опыт работы в IT? И с какой основной целью вы записались на сегодняшнее занятие? Спасибо. Спасибо. Давайте еще минуту подождем ответов и пойдем дальше. Ну, пока идем дальше. Напомню правила вебинара. То есть можно активно участвовать, можно дать вопросы в чат. Все вопросы я вижу, но могу отвечать на них не сразу. Буду отвечать под конец определенного образовательного блока для того, чтобы не терять образовательно-повествовательную нить. И давайте поговорим о ботус. Так, вижу, Москва. Михаил в Москве более 15 лет в IT, разработчик, тимулит, цель оценить курс. Прекрасно. Поговорим о компании Отус. Отус специализируется на обучении в IT. То есть наша основная фишка – это продвинутые программы для специалистов с опытом и достаточно быстрый запуск курсов по новым набирающим популярность технологиям. По поводу клиентов, то есть наши партнеры – это достаточно современные технологические компании, обучение открытых материалов, привлекают специалистов достаточно разного уровня, разных грейдов. То есть джуниор, миддл, сеньор, лид, архитепт. То есть для каждого уровня навыков найдется, собственно, курс для повышения квалификации. Поговорим о повышении квалификации. Отус у нас имеет образовательную лицензию, поэтому наши курсы, они также являются программами повышения квалификации и профессиональной переподготовки. То есть данные курсы катируются, вернее, сертификаты с курсов катируются на том же уровне, как и те же самые дипломы от высших учебных заведений. Какие у нас направления курсов? То есть у нас рассматриваются такие направления, как программирование и разработка, инфраструктура, тестирование, аналитика, data science и же наука о данных, управление менеджментом, game dev, ну и, конечно же, информационная безопасность. То есть все в данный момент, практически все востребованные направления курсов. У нас более 130 курсов для различного уровня грейдов. Более 600 предподавателей у нас делятся актуальными знаниями и реальными кейсами, востребованными в IT-индустрию. Отус уже 6 лет. У нас более 20 тысяч выпускников, которые прошли обучение по программам, адаптированным по запросу ведущих работодателей. Ну и более 430 тысяч специалистов в данный момент находятся в нашем сообществе, читают наши материалы, учатся и общаются на наших площадках. Напишите, пожалуйста, в чат подходящую цифру. То есть если вы уже учились у нас в компании, единичка. Если не учились, но слышали, двойчка. И если впервые знакомить с отус, то цифра 3. Андрей, добрый вечер. Отлично. Михаил, не учились, но слышали о нас. Дмитрий, вы нас уже слышали, учились. Грей, слышали. Прекрасно. Давайте пойдем дальше. Тема нашего сегодняшнего открытого урока – это методология DevOps, стратегии деплоев и какие основные цели нашего сегодняшнего вебинара. То есть это ориентироваться в практиках DevOps и ориентироваться в стратегиях деплоев. То есть это такой вводный урок для практически тех, кто только начинает свой путь в DevOps, для того, чтобы у них имелось представление о том, чем занимается DevOps, ну и об основных аспектах его работы. Вернее, одном из основных, который напрямую завязан на таких практиках, как Continuous Migration, Continuous Delivery, Continuous Deployment. О эти практики мы также сегодня поговорим. И давайте начнем с основ DevOps. Что такое у нас DevOps? DevOps – это не совсем роль. Это больше методология объединения работы, делов, разработки и операций. То есть это сокращение Development and Operations. То есть это такая методология, практики, можно также сказать, культурный подход, который объединяет разработку и эксплуатацию в единое целое в условиях улучшения процесса разработки и доставки программного обеспечения. То есть одна из основных целей DevOps – это сокращение времени от идеи до развертывания новой функциональности или обновления программного обеспечения, а также повышение надежности и стабильности информационных систем. Вообще, как у нас появился DevOps? Изначально, когда такой практики еще не было, по-моему, она начала зарождаться в 2004-м DevOps. А до этого у нас в основном был отдел разработки, отдел тестирования и отдел системного администрирования. И все постоянно между собой ругались, каждый скидывали друг на друга задачи. То есть админы не особо понимали, как пишутся программные обеспечения, не особо понимали о том, что делают у нас разработчики. В то время разработчики не особенно понимали то, чем у нас занимаются, собственно, системные администраторы. Особо не знали об инфраструктуре. Из-за вот этого недопонимания случалось очень много проблем. Задерживались релизы, задерживали бизнес из-за этого нервничал, менеджеры гугались. Никому особо такое не нравилось. И тут у нас появляется, вернее, наш IT эволюционирует в такую практику, как DevOps. И тот, кто применяет практики DevOps, он называется DevOps-инженером. То есть какие у него есть основные аспекты. То есть один из первых аспектов – это, конечно же, сотрудничество. То есть DevOps, он способствует близкому взаимодействию между разработчиками, которые у нас, собственно, проводят приложения. У нас системными инженерными, инфраструктурными инженерами, которые обеспечивают стабильность, доступность системы, в принципе, все инфраструктуры. То есть это включает в себя также информацию, совместные решения задач и общие цели. И также DevOps у нас акцентирует внимание на автоматизации повторяющихся задач, таких, как у нас, например, сборка приложения, развертывание приложения, тестирование, мониторинг, управление конфигурацией, что уменьшает риск человеческих ошибок и ускоряет процесс. То есть элементарно. Нам нужно условно развернуть 20 инстансов с какой-то там определенной конфигурацией в Amazon Web Services, в AWS. И, собственно, вручную это дело достаточно долго. Тем более тому, что нам нужно, чтобы эти сервера были практически интенсичны друг к другу. А если бы мы это сделали вручную, рано или поздно у нас случился бы дрейф конфигурации из-за элементарного человеческого фактора. То есть где-то забыли обновить какого-нибудь типа репозиторий и установили там, развернули не ту версию условной Monge. И у нас уже один из серверов отличается. Другой потом дальше будут отличаться. И в конечном счете наши сервера оказываются разными и достаточно видоизмененными от изначально доступной спецификации. И тем более такое ручное действие, оно у нас затрачивает силы нашего инженера. И он мог бы заняться чем-нибудь более полезным. И вместо того, чтобы ручное разворачивать, DevOps пишет инфраструктурный код и потом просто его запускает. И уже там какой-нибудь условный Терафорум на основе данного кода, который мы описываем декларативно, он уже на основе него поднимает необходимые нам инстансы достаточно быстро и без ошибок, без дрейфа конфигурации. Что такое декларативный подход? Вот это когда мы описываем то, как система у нас должна выглядеть в итоге, а не императивно. То есть не описываем шаги, как к этому состоянию прийти. Также у нас есть такие подходы, как Continuous Integration, Continuous Delivery. То есть DevOps призывает к использованию CICD практик, которые позволяют разработчикам автоматически интегрировать свой код в общий репозиторий и автоматически доставлять приложения в конечную среду, будь то QA, Dev, Test и Production, Reproduction среды, что позволяет быстрее реагировать на изменения и реализовывать новые функции. То есть основные преимущества введения DevOps – это увеличение скорости, разработки, эксплуатации, программное обеспечение, уменьшение рисков. То есть большая часть работы автоматизируется от подготовки инфраструктуры до доставки нового кода в конечную среду, что, соответственно, повышает качество нашего продукта. Так, сейчас перейдем к следующему слайду. Вижу вопрос, ну почему инструменты Deploy на этом занятии? Инструменты Deploy мы будем щупать в рамках нашего курса, потому что это достаточно долгий процесс. Конечно, да, показать какую-нибудь борду Дженкинса и запустить Deploy Build – это дело пяти минут. Но нам нужно разбираться в самом инструменте. То есть просто продемонстрировать, как оно работает, этого будет не очень достаточно. То есть условно создать проект, начать правильно писать какой-нибудь условный Jenkins файл и объяснять в практике, как мы к этому подходим. Ну и, соответственно, Debug. То есть да, на это нужно дополнительно как минимум полтора-два часа урока. Сегодня, к сожалению, по времени мы немного ограничены. Так, Александр, вижу ваш вопрос. Не понял, в чем отличие декларативного подхода от императивного? Можем ли пример привести? Например, в декларативном подходе мы описываем, например, просто какой у нас OSFamily, там, например, Ubuntu OSFamily или RHL OSFamily. И дальше описываем просто, какой пакет нам нужно установить. А в императивном подходе мы описываем именно как, то есть подводарчем. То есть там условно самый первый, это у нас apt-get update-ly, дальше apt-get install, название нашего пакета, minus-ly, и он выполняет эти шаги. То есть, грубо говоря, при императивном подходе мы описываем шаг за шагом, что нам нужно сделать для того, чтобы прийти к какому-то задуманному состоянию нашей системы. А при декларативном подходе мы просто описываем конечное состояние нашей системы, какой мы ее хотим видеть. То есть давайте, наверное, такс. Это у меня пакер. Да, я могу вам показать один из вот этих файлов в пакере, например, example1.json. То есть, как вы видите, вот тут вот я описываю команды, то есть slip30, сюда пойти getupdate, сюда пойти getinstall, minus-ly, xginx. Это у нас императивный подход, то есть описываем, какие команды нам нужно выполнить, какие шаги именно предпринять. Чтобы что-то у нас получилось. И сейчас я вам покажу декларативный подход. Давайте. у меня тут была, наверное, кодовая база код. Танасинпоинты. Я вам покажу пример сейчас декларативного подхода на примере одной роли, которую я писал для того, чтобы запустить Kubernetes в кластере. Это Ansible роль. Куб. Да, надо бы тут. А вот у нас Ansible. Роллэзампл. Давайте, наверное, ngs.playbook. Это у нас роли. Tasks. Main.yaml. А вот это у нас, например, декларативный подход. То есть, когда мы указываем, мы не указываем, какие шаги тут нужно предпринять, мы лишь показываем то, что вот в блоке сервис, какой нам нужен сервис установить и в каком состоянии он должен быть. Стартап допущен или же стопт остановлен. То есть, вот это вот одно из основных отличий декларативного подхода от императивного. Давайте пойдем немножко дальше. и чем у нас характеризуется DevOps, вернее, такой подход, как contingent integration, contingent delivery, contingent deployment. Прежде чем перейти к различиям данных двух подходов, нам нужно изучить несколько терминов, которые относятся к DevOps методологии, собственно, но не только, вообще это у нас пришло из build-инженерии, так как DevOps себя отключил. Одна из обязанностей DevOps-инженера стала обязанности build-инженера, то есть инженера сборки программного обеспечения. И у нас есть такие термины, как pipeline, как артефакт, которые нам нужно понять. Сперва поговорим о том, что такое pipeline. Вот справа вы можете видеть скриншот из Jenkins'а, то есть в какой-нибудь борде обычно так и выглядит, то есть что такое pipeline. В DevOps'е pipeline относится к серии автоматизированных шагов и процессов, которые используются для сборки, тестирования и доставки программного обеспечения от момента написания кода до его развертывания в производственной среде. То есть pipeline, он чаще всего включает в себя шаги интеграции, то есть это автоматическая сборка нашего кода. Дальше у нас тестирование, то есть на этом этапе у нас выполняются какие-то автоматизированные тесты, например, юнит-тесты, интеграционные тесты, различные виды проверок. Потом собственно идет развертывание, то есть включает в себя автоматизированную доставку приложения в производственную среду. Ну и конечно же автоматическое включение в мониторинг. То есть давайте наверное вспомним как раньше это было. То есть был такой условный билд-инженер, системный администратор, в обязанности которого в основном входила правильная сборка программного обеспечения. и что он сделал. То есть он подготавливал необходимое программное окружение, он устанавливал необходимые пакеты, то есть там какой-нибудь запускал команды npm install и тому подобное, запускал процесс компиляции, то есть вот это у нас являлось процессом сборки. То есть ему нужно было скомпилировать код, из которого потом получался какой-то бинарник и потом вот этот бинарник он должен был развернуть на определенном сервере. Это было все вручную. И теперь все вот эти шаги они автоматизировались. Пайплайн можно представить в виде такого длинного скрипта, в котором содержатся определенные блоки. Эти блоки мы именуем по-разному в зависимости от того, что мы делаем в данном блоке в данный момент из, например, build или же сборка программного обеспечения. В этом блоке мы прописываем команды для того, чтобы правильно собрать наше программное обеспечение. Дальше. прописываем команды, которые мы бы использовали при тестировании. То есть то, что мы делали ручками, теперь автоматизируем в виде такого длинного скрипта. Ну и остальные команды для того, чтобы загрузить в конечную среду данный бинарник, развернуть его, запустить и вставить в мониторинг. То есть это у нас и есть пайплайн. То есть пайплайн DevOps способствует автоматизации и ускорению процесса разработки и доставки программного обеспечения. Но мы сегодня увидим, я приведу пример кода Jenkins файла, когда будем рассматривать стратегии деплоив и тогда вы лучше поймете, что такое пайплайн. на примере вашей таблицы пишите, что на каждой строчке таблички происходит в каждой ячейке. Ну, например, в каждой табличке давайте посмотрим. Я давайте сделаю вот такую вот палочку и начнем собственно с пилда. То есть тут у нас происходят процессы сборки нашего кода, то есть компиляции. После того, как мы скомпилировали наш код, мы проводим тесты. То есть интеграционные тесты, потом функциональные тесты, тесты на безопасность, потом у нас идет автоматический аппрувал, то есть что у нас все хорошо прошло, все окей, и после вот этого аппрувала у нас данный код доставляется в нашу конечную среду и там разворачивается. Ну, тут у нас продакшн среда. То есть один из примеров того, как у нас выглядит пайплайн. Ну-ка, давайте все теперь уберем, чтобы не загрязнять экран. На каком языке мы пишем пайплайн? Ну, если это у нас Jenkins файл, он использует Groovy. Если это у нас, например, какой-нибудь условный GitLab CI, то это, конечно же, YAML, GetAnotherMarkupLanguage, над множество JSON. Насколько я помню, еще CircleCI у нас YAML. Если мы используем TeamCity, то мы там можем использовать, если это виндовые приложения, то у нас скрипт для сборки, который у нас компилирует, какое-нибудь .NET приложение собирает его, то оно у нас пишется на сперва идет PowerShell скрипт, который далее запускает такой Cake скрипт, и уже Cake скрипт у нас собирает наше приложение. И все это доставляется через сервис Octopus. А что у нас именно доставляется? доставляется у нас такая вещь, как артефакт. Мы к нему перейдем. То есть вот пример того, это у нас Jenkins File, как выглядит наш pipeline. То есть у нас есть стейджи, это у нас этапы, и тут мы прописываем шаги. То есть checkout S7, проверяем код из репозитория. Дальше условный стейдж сборки. Там шаг для сборки условного Java приложения с использованием Maven. То есть на самом деле тут больше команд будет, но чтобы все вместилось на скриншот и было четко видно, использовали одну команду для условной демонстрации. То есть sh mvn clean package. Что такое артефакт? мы сейчас это узнаем как раз на следующем слайде. Дальше у нас идет допустим стейдж тестирование и запускаем команды для тестирования. Например, через тот же sh, sh означает, что мы используем оболочку shell для того, чтобы выполнить эти команды. То есть скорее всего у вас будут какие-то уже заранее прописанные скрипты например на том же питоне в вашем репозитории вы тут будете прописывать через sh путь до них. Там sh, python и путь до вашего файлика с тестами. ну и stage deploy который также прописывается для развертывания нашего приложения на сервере. То есть вот так у нас в среднем выглядит pipeline. То есть конструкт шаблона у нас одинаковый единственное что меняется это шаги которые мы используем в зависимости от stage ну и конечно же меняется название stage в зависимости от того что мы в данный момент хотим сделать. То есть какая у нас идет правильная последовательность для иммиграции нашего программного испечения в нашу конечную среду. И вот мы переходим к такому термину который у нас называется артефакт. В контексте DevOps термин артефакт он относится к файлам или компонентам которые у нас являются результатом процесса сборки и позволяют разработчикам или инженерам развертывать и управлять приложением. То есть артефакт он может быть каким-нибудь программным пакетом какой-нибудь библиотекой исполняемым файлом конфигурационным файлом ну или любым другим ресурсом необходимым для работы приложения. То есть если упростить упростить понятие артефакт то артефакт это у нас файл который у нас является результатом процесса компиляции сборки нашего кода. То есть это может быть какой-нибудь экзи файл это у нас может быть какой-нибудь джару файл это у нас может быть в принципе любой бинарник с помощью которого мы можем уже установить наше программное обеспечение. То есть да у нас есть какой-то голый код и чтобы его запустить нам что нужно сделать нам нужно его собрать нам нужно его скомпилировать перевести в машинный язык по сути и сделать из вот этого кода какой-нибудь установочный файл или же файл для запуска нашего приложения. И вот этот файл он у нас будет являться артефактом. Вижу то есть на каждом из файлов можно запускать разные инструменты PowerShell, Ansible и так далее. в зависимости от того какие задачи мы преследуем и как правильно развертывается наше программное обеспечение. Здесь мы можем например использовать Ansible для того чтобы запустить какую-то роль в нашей среде для того чтобы подготовить операционную систему и программное окружение для уже интеграции нашего основного продукта. И также у нас есть такое понятие как Deploy. Deploy это собственно процесс установки и запуска программного обеспечения или компонентов в рабочей среде чтобы они стали доступными пользователям или системам. То есть простыми словами Deploy это уже когда мы доставляем наш вот этот артефакт в нашу конечную среду это уже называется Deploy то есть это не сборка кода а уже доставка готового сбилдингового кода в конечную среду и в запуск собственно нашего продукта. Либо же когда мы доставляем новую версию нашего продукта в нашу конечную среду запускаем ее автоматически обновляется и запускается то есть это тоже у нас Deploy как вижу да pipeline Jenkins написано Groovy дальше я думал что здесь артефакты здесь кусков кода написаны группой из 10 разрабов и потом который компилируется нет артефакт артефакт это у нас какой-то файл который нам необходим для запуска программного обеспечения который был получен в результате сборки нашего кода и собственно теперь мы переходим к таким понятиям как CI-CDCD то есть вообще у нас наши подходы сборки и доставки программного обеспечения делятся несколько этапов самый первый это конечно же continuous integration то есть continuous integration это у нас только автоматизация процессов сборки и тестирования и не более то есть у нас есть какой-нибудь CI-сервер и мы прописываем основные этапы для того чтобы автоматически собирать наш код и его тестировать но мы вот этот код мы дальше никуда не доставляем нигде не разворачиваем это у нас уже является следующим этапом то есть далее после того как мы правильно написали этапы автоматизировали процессы сборки и тестирования нашего кода то далее нам нужно что сделать нам нужно автоматизировать уже процессы доставки этого кода в конечную среду на наш конечный сервер и собственно его запуска то есть вот этот процесс уже у нас называется continuous delivery то есть это автоматизация доставки артефакта в конечную среду но при этом наш pipeline запускается вручную то есть там будет в интерфейсе нашего CICD сервера например того же Jenkins будет такая кнопочка в виде иконки play ну и также там будет написано build то есть нажимаем на эту кнопочку и у нас запускается наш pipeline который автоматически собирает наш код тестирует доставляет и запускает его в конечной среде и также у нас есть такой процесс который называется continuous deployment это уже эволюционная часть процесса continuous delivery то есть когда наш pipeline нам даже не нужно запускать его вручную нужно заходить в борту Jenkins и там нажимать на кнопочку build чтобы все запустить то есть у нас весь этот pipeline автоматически запускается в ответ на какой-нибудь из триггеров например одним из триггеров может быть апрув какого-нибудь мерзшей квеста либо же если у нас pipeline наш привязан не к мастер ветке который будет являться источником правда какой-нибудь devqa ветки то триггером для сборки и для доставки кода у нас может быть обычный какой-нибудь пуш коммита в наших репозиторий и все оно начинает собираться четче всего на qa средах у нас как раз запущен процесс continuous deployment для того чтобы когда разработчики делают какой-либо функционал потом его пушат свою qa в ветку оно собирается и все эти изменения какой-то новый функционал бакфиксы сразу применяются к среде тестирования среде контроля качества а уже в продакшн среде чаще мы встречаем такой процесс как continuous delivery почему во-первых каждое изменение вот функционала его нужно опробовать нужно согласование на различных уровнях менеджмента вот почему оно бывает задерживается почему потому что бизнесу не всегда выгодно чтобы какой-то новый функционал мог быть выкачен прям в тот момент когда он уже готов и отправлен нашу мастер ветку какие примеры могут быть условно у нас мы планируем обновление нашей системы к условному рождеству то есть там условно будет обновлен какой-то интерфейс то есть все это у нас готово уже тендеры закончили работу по новому интерфейсу новые юайки уже в августе вот они закончили запущили если бы у нас был бы процесс какой-нибудь deployment то у нас это обновление автоматически выкатилась бы уже в августе юзеры просто бы не поняли поэтому у бизнеса чаще всего у него есть определенные даты для определенных обновлений интерфейса и функционала нашего продукта то есть либо же опять же функционал уже этот готов но мы не хотим его выпускать потому что у нас назначена какая-то первая демонстрация перед какими-то условными инвесторами но это скорее говорю больше не от лица большого бизнеса айт своего опыта запуска стартапов то есть вот эти вот у нас основные отличия кондиционер то есть deployment то есть continuous integration когда у нас автоматизировано то есть это когда у нас автоматизирован процесс сборки тестирования программного обеспечения но опять же оно запускается на сручную continuous delivery это когда у нас уже автоматизировано также доставка и запуск нашего продукта нашего кода в конечной среде ну и собственно continuous deployment это когда уже наш pipeline то есть полностью весь процесс continuous delivery уже запускается автоматически в ответ на какой-нибудь триггер то есть мы вручную его не запускаем вот основные отличия можно ли нужно сказать что-то вроде панели управления с ручным теплом напрот как раз по причине которой вы говорите да то есть в дженкинсе можно увидеть то что когда мы настраиваем наш проект создаем то есть наш проект является нашим pipeline который пишем то там в интерфейсе можно видеть пол scm то есть когда мы ставим галочку на этот чекбокс то это означает то что он у нас будет автоматически деплоиться то есть полностью процесс continuous deployment у нас будет запускаться наш pipeline в ответ на триггер которым является push коммита в нашей позитории в нашу летку которую мы прописали в pipeline то есть да чаще всего это у нас используется в QA среде но большинство CI-CD систем имеют в себе два варианта то есть либо запуск когда заходишь в UE этой системы например тот же Octopus тот же TeamCity тот же Jenkins и вручную находишь необходимый pipeline и вручную его запускаешь из интерфейса либо же запускаешь собственно чтобы это было автоматически запускаемо наш pipeline мы все выбираем только 1CD не совсем понял вопросы то есть процессы континент integration и континент delivery они отличаются тем что континент delivery он себя уже включает полностью разработанный континент integration и добавляет его уже дополнительными автоматизированными шагами которые которые у нас отвечают за доставку и запуск нашего кода нашего продукта в конечной среде то есть вот это основная часть по практикам DevOps конечно на этом можно еще много много рассказывать но пока эти основы которые необходимо знать тем кто делает свои первые шаги DevOps Пойдем дальше если у вас есть вопросы их можно будет задать сейчас если нет то ставим минус и идем к второй части нашего вебинара где уже обсудим разные стратегии деплоя касательно стратегии деплоев какие инструменты деплоя порекомендуете на самом деле это зависит от того куда вы деплоите в одной степени то есть на своем примере скажу то что Jenkins у меня используется для того чтобы собирать контейнеризированные приложения и запускать их в оркестраторе то есть это у нас стоит на продакшене OpenShift и для некоторых проектов у нас есть кластер Kubernetes Jenkins у нас собирает образы имейджи и потом запускает уже необходимые манифесты в кубере либо же в нашем продакшен кластере OpenShift Jenkins и GitLab в принципе можно совмещать но на самом деле GitLab это уже у вас как раз готовый инструмент который в себя включает интеграцию то есть доставку во-первых он себя включает репозиторий и во-вторых GitLab это уже готовый сервис который может собирать и доставлять наш код это будет только на самом деле если у вас есть GitLab и вы запустили Jenkins это просто ударить дополнительно по бюджету и скажем так будет лишним программным переходом между репозиторием и конечной средой то есть если у вас GitLab CI то лучше использовать его наверное не совсем точно задал вопрос можно было бы как ладно попросили вернуться к табличке так вот тут вот стейджи Checkout Build and Test это у нас относится к CI континент integration потому что мы тут только собираем наш программный продукт и его тестируем а уже где стейдж deploy это уже у нас континент delivery то есть мы тут уже доставляем тут уже начинается у нас переход в континент delivery то есть весь вот этот вот pipeline это у нас континент delivery если у нас не было бы вот этой опции deploy а только build и тест это у нас был бы только тинь integration как вижу наверное все вопросы специализируем про deploy octopus argocd getops да давайте наверное перейдем дальше расскажу немножко про getops да мы его применяем то есть у нас argocd он подвязан к нашему кластеру openshift и все вот наши манифесты для собственно шифта но openshift это просто по сути куберн стероидах и он использует манифесты что и куберн это правда идет отличие версии на один релиз то есть в последнем openshift условно версия кубера 1.27 в то время как актуальная там 1.28 а openshift всегда стоит на одну версию кубера в своем движке ну ладно не об этом то есть да у нас есть argocd который привязан к нашему репозиторию где хранятся наши манифесты для кубера и собственно к нашему кластер openshift для того чтобы минимизировать всякие ручные изменения и собственно теперь у нас процессы по континент delivery они выглядят так то что наш Jenkins он именно обновляет манифесты в нашем репозитории и потом argocd видит что были изменения и применяет их к кластеру TeamCity и Octopus мы используем TeamCity у нас используется для сборки приложений для Windows серверов и Octopus он уже доставляет вот эти собранные приложения для Windows которые собрал нам TeamCity на наши конечные Windows сервера то есть вот основные инструменты которые используем то есть в основном это у нас Jenkins для доставки в кластер OpenShift и собственно Kubernetes argocd отвечает за то чтобы все манифесты инконфигурационные файлы от кубера и от шифта они применялись из нашего репозитория как единственного источника правды если бы у нас были вручную какие-то изменения в нашем кластере то он бы их откатывал к тем которые были сделаны в нашем репозитории для того чтобы можно было также версионировано управлять кластером и также следить за всеми изменениями если что-то сломали легко откатить от какой-то более стабильной версии и собственно TeamCity у нас для сборки Windows приложений для этого мы используем у нас основном .NET приложения и мы их собираем с помощью Cake и потом уже вот эти вот собранные .NET приложения доставляем через Octopus в нашу конечную среду так дальше вижу вопрос Deploy Deploy это просто название у нас процесса доставки программного обеспечения то есть он может быть вручную он может быть также автоматизирован и как раз continuous delivery тогда мы уже автоматизируем вот этот процесс Deployer а continuous deployment когда у нас весь вот этот pipeline все вот эти шаги они запускаются автоматически в ответ на какой-нибудь trigger pipeline у нас показан процесс continuous delivery он также может быть continuous deployment если мы там условно уставим указали на checkbox в интерфейсе Jenkins идем немножко дальше и поговорим также про стратегии Deployer что такое у нас стратегия Deploy давайте идем в дефиницию то есть это какие-то планы это какие-то методы которые мы используем для доставки новой функциональности или обновлений в наше конечное окружение то есть именно эти стратегии определяют как изменения в приложении в системе будут внедрены будут интегрированы и отвечают за скажем так мониторинг результатов то есть в конце в контексте именно DevOps стратегии Deployer они играют достаточно важную роль так как они способствуют быстрой и надежной доставке изменений стратегии Deployer у нас бывают вообще разных видов один из них это конечно же Blue Green Deploy или же синий-зеленый но его иногда называют также Red Black Deploy то есть вообще оно у нас подразумевает наличие двух окружений то есть одно Blue в данный момент активное и другое Green например новое и новая версия приложения развернуется в Green окружение и после тщательного тестирования происходит переключение трафика с Blue на Green то есть это обеспечивает возможность быстрого отката предыдущей версии то есть давайте я вам наверное наглядно объясню в таком прекрасном фотошопе я очень люблю это объяснять именно здесь который у нас называется Paint и вот тут я вам объясню что такое синий-зеленый то есть да у нас есть две версии нашего приложения давайте пускай вот это будет такая синяя и закрасим ее и у нас будет зеленое окружение и давайте тоже вот так вот закрасим я веду на собственно понятие вот так что видно было жирненьким цветом давайте у нас будет Shift 2 больше 26 вот так вот все у меня зеленый тут у нас будет тестовое окружение у нас собственно синий это у нас продакшн у нас синий-зеленый дипломент работает в контексте микросервисных приложений то есть он у нас не работает когда у нас монолит то есть почему потому что функционал приложения у нас находится относить ни в одной и той же плоскости ни на одном и том же функционал нашего приложения не является одной и той же такой монолитной частью нашего приложения как база данных мониторинги систем мониторинга система очередей и тому подобного ну и все так же у нас делится фронт-энд часть так же отдельно от бэкэнда то есть у нас не монолит у нас тут отдельно микросервисы и в чем у нас идет отличие то есть у нас есть исходное состояние blue то есть это у нас продакшн сервер и у нас есть зеленое состояние где у нас происходит тестирование то есть два какого сервера один для тестирования на нем тестовая версия нашего приложения другой синий это у нас там уже продакшн там реальные пользователи там весь бизнес виделся и тому подобное и что у нас происходит то есть у нас на исходном состоянии blue оно работает у нас обслуживает наших пользователей и версия приложения которая находится в окружении blue она считается текущей и стабильной версии а на зеленый что у нас происходит тут у нас разработчики ты создают тестируют новую версию приложения которая будет развернута в окружении green то есть в окружении green происходит установка настройка новой версии приложения оно там тестируется то есть когда мы уже доставили новую версию нашего приложения в зеленое окружение green то там уже работают инженеры наше приложение на green оно подвергается тщательному тестированию там также происходит полностью контроль качества то есть контроль производительности все это производится для обнаружения проблем их фикса и после того как тестирование было успешно завершено мы полностью уверены в стабильности новой версии приложения то у нас весь трафик наших пользователей а собственно и продакшен базы данных продакшен сервиса очередей все эти пользователи оно все переключается на новый функционал то есть теперь наш бывший green становится синим продакшеном и теперь наш бывший продакшен сервер он с blue становится green то есть они поменялись местами терно-синим более новой версии более стабильного нашего приложения где на зеленом крутится старое и дальше все происходит по новому теперь теперь опять же на зеленом старом продакшене у нас проводится интеграция нового функционала тестирование и когда мы уверены что все хорошо прошло тут уже более новая версия нашего приложения более стабильного которая прошла все этапы контроля качества мы обратно переключаем продакшен базы данных на нее и трафик пользователей а новый продакшен который был на основу продакшен обратно становится тестовым и вот так вот постоянно мы переключаем трафик то есть после успешного тестирования верности стабильности новой версии приложения трафик переключается с окружения blue на окружение green и они меняются местами бывший зеленый становится новым синим бывший синий становится новым зеленым и в чем плюсы во-первых у нас идет достаточно быстрое переключение между версиями то есть у нас происходит практически для пользователя незаметный бесшовный переход на новый функционал то есть у них ну SLA 100% это конечно же у нас миф но скажем так максимально низкий даунтайм у этого процесса переходим на новую версию и также плюсы конечно же в откате rollback то есть внезапно у нас возникнут какие-то серьезные проблемы с новой версией то переключение у нас может быть достаточно быстро отменено то есть мы просто переключим трафик на бывшую стабильную версию то есть на предыдущий сервер то есть переключим опять у нас новая версия оказывается мы там что-то не дотестировали у нас возникают ошибки и мы обратно переключаемся на бывший прот который был стабильным а зеленый теперь дотестируем до фиксим то есть подход blue green диплом позволяет у нас минимизировать простое и риски связанные с развертыванием новых версий приложения то есть что обеспечивает достаточно быстрый откат в случае неудачи то что у нас под боком всегда есть готовая стабильная версия нашего программного продукта то есть если рассматривать процесс blue green deployment в виде кода конечно на курсе мы рассмотрим как его писать правильно и как использовать то что у нас происходит то есть у нас есть несколько стейджер то есть built and deploy первый где у нас мы собираем нашу новую версию приложения и деплоем то есть отправляем ее на наш green то есть тестовое окружение дальше у нас происходит смена трафика с blue на green и в случае неудачи у нас идет стейдж откат ну и конечно же finalize конечно данный pipeline будет немного больше поскольку тут будут if и exception для того чтобы все было достаточно последовательно тут у нас также будут включены какие-то тесты и чаще всего у нас будут отдельные pipeline то есть built and deploy to green и отдельный pipeline для switch traffic вот вот оно объединено в один для того чтобы легче было смотреть так вижу вопросы сейчас на них отвечу прежде чем перейдем к следующему слайду так это же был не совсем то есть вот эти стратегии deploy они в принципе относятся не только к контейнеризированным приложениям которые у нас могут крутиться в какой-нибудь докер среди рокет среди или уже в каком-нибудь регистраторе по типу кубера шифта или какого-нибудь nomada но это в принципе для всех современных приложений то есть да чаще всего уже сейчас мы переходим на контейнеризированные приложения но данные стратегии также используются при доставке микросервисных приложений в рамках какого-нибудь монолита которые являются уже достаточно таким легаси подходом да их будет достаточно сложно применять поскольку например при монолите у нас все находится в едином таком блоке и будет достаточно сложно переключать трафик между двумя монолитами включая условия того что монолите чаще всего еще и перемены из-за хардкоден и front и back будут также являться одной частью приложения да данные подходы подходят к современным микросервисам контейнеризированным приложением дальше вижу вопросы много где используется подход Greenblue ну на моем примере Greenblue подход использовался в нескольких стартапах также в интерпрайсе например в том же IBM где сейчас работы Blue Green Deploy у нас используется для внутренних систем как например внутренняя у нас CRM OnePlace то есть там где мы не сильно так рискуем и а на сервисах для наших клиентов вот эти сервисы они у нас кроются в основном в шифте там мы используем rolling update также для подходов которые у нас являются такими дефиксами мы используем канареечные релизы дальше вижу вопрос пока нужно понимать что должна быть кластер видите система падает на самом деле там не нужно мигрировать BD то есть у нас есть отдельный QA база данных отдельно там для продакшена и что у нас происходит когда мы переключаем трафик там обычно есть скрипт который все это делает автоматически потом в этом скрипте есть еще такая небольшая строка которая просто заменяет переменные в продакшен и версиях нашего приложения для подключения к продакшен серверу то есть нам не надо мигрировать базы данных мы просто заменяем переменные для подключения к базам данных автоматически через скрипты когда уже происходит свитч этого трафика ну и конечно же все API данпоинты также заменяются скриптом который просто подменяет эти строчки отдельно для скин опрос продана кей так дальше вижу вопрос отразятся идя только в ютубе до на странице нет возможности подключиться насколько мне известно да в основном на ютубе но сами вебинары в рамках курса они проходят в закрытых комнатах комнатах зуме то есть у вас в вашем интерфейсе учащегося будет такая доступная ссылочка для того чтобы подключиться к уроку и она вас перенаправляет на комнату с зумом так дальше следующий вопрос если не будут в одном кластере топик данных которые были на синим просто пропадут для подключения бедово если у вас закрытый контур то да так бедово бедово переключилась на блоге в этом минус что национал начали тестировано на гринсервере уходить ошибки которые не проверяются пайплайн что делать придти втором сервере же новый год чтобы исключать скажем так такие ошибки нужно иметь отдельный пайплайн отдельный для build deploy and test и отдельный для переключения трафика то есть почему потому что мы деплоим то есть да у нас проходят какие-то проверки и пока мы не убедимся также вручную с помощью отдела контроля качества что да все окей это полностью стабильная рабочая новая версия только тогда мы уже запускаем пайплайн отдельный с переключением трафика по-хорошему и причем мы новый функционал не сразу начинаем интегрировать на новую тестовую среду а какое-то время наблюдаем за тем как себя ведет прот иногда прот себя показал полностью стабильным только потом мы уже переходим к разработке нового функционала на новом тестовом сервере когда мы уже будем уверены что мы не будем делать rollback то есть откат в этом моменте да имеет свой минус такой подход в плане того то что процесс разработки несколько замедляется и про миграция бд ответ не получит хорошо мигрирует бд не нужно бд единого равного риза нужно удобрить табли задаляем как в таком случае реализовывается откат нам не нужно иметь единую бд то есть в таком случае данный подход не будет работать то есть отдельно должны быть базы данных для киуэй и также для продакшена там везде уже будут свои таблицы для того чтобы избежать таких ситуаций если у нас бд единое то нам откат только с какого не из дам файла бэкапа который должен был сделан носитель недавно который содержит таблицу только так делать но в принципе если бд единое да можно делать какие-нибудь снимки с базы данных бэкапы перед миграцией сегодня перемиграция перед свечом трафика и выпуском новой версии это усложнит весь подход так ну да про это говорили то есть зачем нам нужен блогрин подход если то есть блогрин дипломент представляет полностью изолированной средой для старой новой версии приложений и когда мы их используем когда требуется какой-то быстрый откат когда нам нужно быстро переключаться между версиями к новому функционалу и тогда мы используем стратегию блогрин диплои также у нас есть такой вид диплоев который у нас называется кеннери диплоинт или же кеннери релизы это методика развертывания изменений в производственной среде которая позволяет постепенно внедрять новую версию приложения или изменения для ограниченной группы пользователей которые мы называем канарейками то есть вообще эта стратегия у нас пришла вернее имеет исходы из практики использования канарейк в шахтерских работах то есть если в каком-то месторождении шахтеры находили какую-то вредную газовую породу то они сперва отправляли вперед одну или несколько канарейк и так как канарейки они сильно чувствительны газом то их состояние давало предупреждение о потенциальной опасности впереди то есть вот это у нас канарейчные релизы то есть что оно из себя представляет когда мы выпускаем новый функционал какой-то и часть пользователей мы отправляем на этот функционал то есть переключаем трафик условно 10% от наших пользователей на новый функционал для того чтобы проследить как новый функционал ведет себя в реальной производственной среде с реальными пользователями если пользователям это не нравится то мы их возвращаем обратно переключаем трафик на другую версию приложения старую стабильную и оттуда оба тываем а делаем что потом ничего не было никаких обновлений такой газлайтинг от мира devops то есть да новое приложение для новая версия приложения в нее начинают внедряться ограниченная группа пользователей и эта группа называется с канарейками и мы следим за тем как ведут себя реальные пользователи то есть пока канарейки используют новую версию нашего приложения у нас производится интенсивный мониторинг состояния приложения и он включает в себя мониторинг производительности стабильности отсутствия ошибок ну и также то насколько довольны пользователи и если новая версия успешно проходит тестирование нашими канарейками и не вызывает проблем то нагрузка постепенно увеличивает новую версию то есть мы переключаем больше пользователей больше трафика на нашу новую версию опять следим за тем как у нас все проходит если опять же после увеличения числа канареек на нашей новой версии приложения у нас все хорошо то мы уже полностью переходим на новую версию приложения так вот у нас может выглядеть pipeline те конечно в реальной производственной среде он будет куда больше и шире на основные действия которые выполнит нужно выполнить тут показаны собираем новую версию приложения ставим условия если canary deploy equals true и обновляем дипломинг выбираться на новую версию и там конечно же мы переключаем часть сервисов когда нам нужны канареечные релизы когда мы хотим внести какое-то постепенное внедрение canary deployment она позволяет нам внедрять новую версию постепенно начиная с небольшой группы пользователей что полезно для тестирования и сбора обратной связи а когда есть сомнения в стабильности новой версии то можем просто использовать canary deployment для того чтобы выявить проблемы на реальных пользователях и если необходимо откатиться к предыдущей версии потому что да у нас наши пользователи они могут но вернее наша делки у нас может что-то пропустить и скажем так из такое понятие как юзер который обязательно что-то может сломать что наши тестировщики обязательно пропустят именно для таких моментов у нас мы используем canary deployment данном статье написано сколько канареек будет использована но в блоге хабар я описал это наверное недели две должно было выходить как раз про канареечные релизы в кубернец туториал как делать шаг за шагом этот займет порядка но те кто никогда этого не делал если делать по туториалу примерно минут двадцать есть такое понятие также как уровень апдейт но для того чтобы как раз давайте так как статью найти давайте я наверное после урока мне напишите так извиняюсь у меня чате куплю сейчас я вам напишу теле свой телеграмм туда просто пинганите напишите кэнери просто кэнери как вы тут вот было написано и я вам отправлю ссылочку наверно так будет проще можно могла сейчас уже затеряться на страницах но по поводу переключения для того чтобы вот мы обновили версию нашего приложения вообще для того чтобы переключить трафик то для управления трафиком к нашему приложению мы обычно используем такие абстракции которые у нас являются кубернет сервис и собственно ingress так михаил получил ваше сообщение отлично то есть например мы можем настроить сервис для балансировки нагрузки между условными старой и новой версии нашего приложения и настроить интегра ингресс чтобы нашу дизировать трафик к нашему сервису то есть да для этого используем ингрессы и сервисы ну что такое сервис кибернет все мы понимаем то что это у нас единая точка входа по постоянному ip адресу и порту для того чтобы мы могли подключаться к приложениям которые крутятся в контейнерах внутри нашего входа поскольку пода у нас эфемерный и каждый раз когда мы обновляем их каждый раз когда они там удаляются пересоздаются они каждый раз получают новый ip адрес и он постоянно изменчивая чтобы решить вот эту проблему изменчивости в кубернет и придумали такое понятие как сервис то есть сервис у него всегда постоянно единый ip адрес и порт мы всегда подключаемся на сервис и потом сервис уже проектирует подключение к подам и сервис постоянно знает о том появился ли у определенного кода в котором крутится наше приложение в контейнере новый ip адрес он всегда за этим следит и спасать он проксирует трафик между нашим клиентом и нашими подами чтобы наш клиент никогда не заботился о вопросе извинчивости этих адресов и также у нас есть ингресс ингресс от сервиса отличаются в основном тем то что ингресс и они у нас работают на седьмом уровне сетевого степка то есть это у нас на конструкции http и например они имеют функционал который нет у сервиса подуш сервиса они работают на четвертом уровне сетевого степка то есть tcp то есть не заботится полезной нагрузки и например в сервисах нет такого функционала как сохранение местные сессии на основе файлов куки которые сервис которые ингрессы могут предоставлять поскольку на уровне и теперь работают основных отличий ну и конечно сервис у нас делятся на но портло балансер которые позволяют вас подключаться из внешней среди вне нашего кластера и также сервисы вида локального то есть вида который предоставляет локальный айпи адрес для внутри классного подключение то есть у нас сервиса бывая в куберные виды кластера ite который предоставляет только внутриклазね и пи адрес для подключения между кодами и внутри нашего кластера то есть кластры ipи не принчитаны внешних подключений у нас есть также сервису уже для внешних подключений внешний сети виде ноут-порт которые на определенной определённом узле открывает узел через которой уже проксирует внешние подключения, также по IP-адресу ноды нашего узла. И также есть лот-балансер. Лот-балансер это расширение вида нот-порт. И они получается у нас используют, они резервируют внешние балансировщики к нагрузке, например, из облачной инфраструктуры для получения внешних подключений. Так, на это мы немного к куберу отошли. Извиняюсь. Если говорить о кубере, меня может далеко-далеко занести. О кубере можно говорить долго. Кассирист понимает, изменялся IP-адрес, вызове лейбла? Да. Так, а это CD-пайплайтная игра это докер, пиберинс и дженкинс. Она нет, это не она. Она прямо называлась конречной релизой, насколько я помню. Давайте я вам лучше ее найду и отправлю. Потому что там еще есть и Blue Green Deployment тоже. Но Blue Green Deployment это за этот год, но она выходила, кажется, в октябре. Так, пойдем дальше. Про Кэнерри мы поговорили. И также есть стратегия, которая называется у нас Rolling Update. То есть стратегия Rolling Deployment это методика развертывания изменений в нашей конечной стратегии, при которой новая версия приложения постепенно заменяет старую версию, а не внезапно переключается на новую. То есть этот метод позволяет обновлять приложение без значительных перерывов в его работе имендирует действие, воздействие на наших пользователей. То есть как он у нас происходит. То есть для этого мы Ронин Дэй чаще всего используются у нас контейнезированные приложения, когда мы собрали новую версию нашего приложения и потом уже в нашем манифесте, например, манифесте нашего диплоймента, мы в поле Image изменяем тег на новой версии нашего приложения. Как вы видите, вот тут вот, где стоит диплоймент, то мы тут меняем тег на V2. То есть вот так оно у нас должно и работать. однако давайте я вам покажу сейчас такую вещь, за которую могут и лицо откусить. Так, кубер, 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 кодовая база, кодовая база. Во. Давайте найдем Ingress, реплика, сет, сессия, где диплоймент у меня был. Во. Ну, тут у нас в поле контейнеры мы меняем в нашем пайплайне. Собрали новую версию приложения, поставили новый тег и меняем. Здесь, например, V2, V3, V4. То есть это есть rolling update. Когда мы меняем на новую версию нашего приложения. Однако есть такой момент, что некоторые могут делать вот такие теги latest. Вот так вот не надо делать. Это очень-очень плохо. Всегда инкрементируем версию нашего тега, когда обновляем приложение. Почему? Потому что когда мы ставим версию latest, то мы никак не сможем сделать откат, если у нас будет нестабильная версия приложения. То есть нам нужно будет искать commit с последней стабильной рабочей версии. Нам нужно будет это пересобирать, заново обновлять. У нас будет большое время простое, у нас будет куча недовольных юзеров, у нас будет недовольный собственно сам бизнес в виде всяких продакт менеджеров. Поэтому так не делаем. Всегда просто сначала новую версию приложения мы билдим под новым тегом и потом в манифесте просто обновляем тег на новый, который собрался. В таком случае нам легко будет переключиться на более стабильную версию. Например, у нас было V4, мы собрали образ для новой версии, затегали его под V5 и оно себя вдруг не жидно начало плохо показывать, пользователю не нравится. Мы в манифесте поменяли обратно на старый образ, тег старого образа и соответственно откатили к стабильной версии и новую начали дорабатывать. То есть тогда в таком случае оно будет очень хорошо работать. Какие преимущества у Rollin Update у нас есть? А он минимизирует простое, то есть поскольку старая версия приложения если это у нас конечно не Cuber то она может работать во время обновления и пользователи остаются доступными и простой минимизируется. Да, даже если у нас там какая-нибудь наиболее простая докер стрейда, то мы просто выкатываем контейнер с новой версии приложения и туда перенаправляем трафик через какой-нибудь внешний балансировщик. как вариант если у нас там есть какой-нибудь engine spot который продактирует подключение по URL то там просто меняем кунт файлы джинкса там переключаем трафик как вариант того, где это можно использовать вне кубернесса или же shift также rolling update предоставляет возможность быстрого реагирования то есть если во время обновления у нас возникают проблемы и можно быстро откатить изменения к предыдущей версии и также эффективное использование ресурсов то есть обновление подходит поэтапно что позволяет более эффективно использовать ресурсы и уменьшить нагрузку на инфраструктуру то есть вот тут у нас используется rolling update и также у нас есть такой подход который называется feature toggles иногда ее называют feature flags то есть она представляет собой метод разработки внедрения функциональности с возможностью динамического включения выключения этих функций без необходимости внесения изменений в код приложения и его повторной сборки то есть эта стратегия полезна для поэтапного внедрения и управления новыми функциями каких-то экспериментов A-B тестирования и управления разными версиями приложения то есть какие основные концепции есть у feature toggles то есть это включение и выключение функциональности то есть разработчики могут включать и выключать функциональность части приложения не изменяя код то есть это осуществляется через конфигурацию или настройки которые обычно хранятся внутри базы данных каких-то конфигурационных файлов но также бывают другие механизмы и конечно же есть у нас идет постепенное внедрение то есть функции могут быть включены постепенно для ограниченных групп пользователей что позволяет проводить поэтапное внедрение и мониторинг мы также проводим A-B тестирование где разные группы пользователей видят разные версии функционала ну и конечно же бывают экстренные откаты которые у нас называются kill switch при случае обнаружения проблем и нежелательного поведения новой функции ее можно будет выключить для всех пользователей с использованием kill switch то есть какой у нас вообще происходит пример сценария использования feature toggles то есть у нас идет какая-то разработка новой функции которая будет использоваться для определенных географических регионов то есть создание feature toggle он включает или выключает эту функцию и у нас идет потом постепенное внедрение то есть сначала функция включена только для внутреннего тестирования зачем она включается для ограниченной группы пользователей и по мере того как происходит мониторинг и сбора обратной связи функцию можно будет включать или выключать для разных групп пользователей для разных регионов ну простейший вид того как мы используем это это во первых мы в environment устанавливаем параметр который хранится в базе данных или конфигурационных файлов в блоке environment мы устанавливаем например будет true или false включаем или не включаем на функционал также можно его активировать в блоке stage то есть если у нас в environment перемена равно true то только тогда мы включаем новую функцию то есть там у нас будет отдельно скриптик хранится который мы запускаем либо же команда которая включает новую функцию в приложение и дальше потом просто разверну приложение с новым функционалом как самый простейший вид данного пайплайна собственно когда нам нужно использовать feature toggles то есть когда мы хотим контролировать активацию функции то есть они позволяют нам включать функциональ в зависимости от потребностей без перезборки приложения и даже когда нам требуется экспериментировать с собой тестированием и все это у нас приходит такому скажем так универсальному подходу который включает в себя все предыдущие подходы то есть context-based strategy то есть стратегия деплоя основанная на контексте то есть представляет собой метод выбора конкретной стратегии развертывания в зависимости от контекста требований условий вашего проекта или приложения то есть вместо привязки к одной фиктированной стратегии эта стратегия представляет гибкость для выбора наиболее подходящей стратегии для каждой ситуации как раз как раз сейчас работаю над таким графическим представлением для того чтобы такая небольшая миникарта чтобы можно было проще выбрать когда и какой деплой будет лучше всего использовать в данном мире у нас используется в основном контекст бейс теории стратеги то есть когда нам требуется гибкость и настраиваем в зависимости от того что сейчас нужно мы используем различные деплой не только блогри не только родина update и все не только у нас скэнер и деплой и все а в зависимости от контекста от данных от требований к нашему проекту в реальный момент времени то есть да и также разные части предложения они могут требовать разных стратегий деплой и перейдем уже к лайву если имеются вопросы можно их задать в чат если нет ставим минус а мы пока перейдем к знакомству с командой и программой нашего курса давайте наверное вот так вот переоткроем слайд потому что у меня у вас наверное видно было мне почему-то черный экран выкинуло то есть поговорим про процесс обучения обучение у нас выстроено в формате вебинаров онлайн вебинары проводятся по вечерам или выходные дни все записи занятия материалы предоставляют преподавателями например кодовых базы которые мы использовали в вебинаре оно у вас будет всегда доступно сохранено в личном кабинете и он у вас сохраняется даже после того как вы закончите обучение то есть вы всегда сможете зайти пересмотреть вебинар переиспользовать код который писали на вебинаре и тому подобного также у нас идут домашние задания которые позволят вам применить на практике полученное время вебинаров знания и по каждому домашнему заданию преподаватель вам дает определенный фидбэк например что вы сделали хорошо отлично что можно было бы улучшить также в процессе обучения вы можете всегда задавать преподавателю вопросы по материалам лекции по материалам домашних заданий уточнять моменты которые были непонятны на уроке все это вам будут объяснять со всем этим вам помогать время на обучение от 4 академических часов на занятия то есть это в среднем ну полтора два часа то есть бывает когда мы выходим за и много за рамки когда тема объемная и нужно все точно объяснить и от 4 до 8 часов на домашние работы в неделю так вижу вопросы вебинар записи или в лайве вебинаре у вас у нас проходит в формате лайв но они одновременно записываются и запись вебинара у вас всегда доступна в личном кабинете то есть актуальная которая была в данный момент получается мы рассмотрели 4 варианта деплоя да 4 варианта на данный момент на самом деле их чуть больше но пока основные которые необходимо знать это 3 основных это логрин депломент хенери релиз и роллин апдейт ну и конечно же последний это контакт с бейс теорией но это скорее больше подход при котором мы выбираем оптимальный деплой из этих трех так в какое время проводятся вебинары вебинары в основном проходятся вечером 8 вечера по Москве на данном курсе но если вам не подходит то там по-моему есть группы которые в другое время но на данном курсе на этом потоке по вечерам 8 вечера по Москве программа обучения на курсах обновляется каждый запуск в зависимости от актуальных запросов в ферре эти технологии то есть наши лекции наш лекционный материал то что мы вам показываем она всегда актуальны потому что вебинары заранее также перепроверяются у нас наши преподаватели ведущими специалистами в данный момент времени и всегда дают вам информацию исходя от насколько она актуальна в данный момент времени какой нигде бы вы используете стратегии деплоя в получается это вообще зависит от проекта но в основном наши проекты в шифте но мы используем blue green деплой я использую в основном для виндовых приложений в октопусе как я уже говорил для внутренних наших сервисов rolling update это у нас в основном на продакшн серверах используется а уже QA 3D у нас используется временами кенери релизы где мы переключаем туда дополнительно пользовательства продакшн кластера но кенери релизы не так часто используются то есть в основном да blue green депломе для виндовых приложений потому потому что в октопусе достаточно легко переключаться между blue и green версиями и там достаточно простой откат и на продакшн сервере у нас поскольку это в шифте все крутится шифт это у него под капотом находится кубер то намного легче использовать ролин апдейт так дальше вижу если у вас программ индивидуальный созвон с ментором в случае возникновения вопросов есть QA сессии да они имеются как будет выглядели у вас курсы каким скиллами будет обладать как раз мы каким инструментом будет владеть как раз мы это сейчас все и увидим я вам хочу показать лендинг нашего курса вот до вас практики инструменты старт 30 ноября продолжитель 5 месяцев формат онлайн понедельник четверг 8 вечера по москве то есть для кого этот курс для разработчиков системных администраторов и тестировщиков какие необходимые знания нужно понимать процессы разработки тестирования эксплуатации опыт администрирования систем linux и windows и знание как минимум одного языка программирования почему потому что DevOps он как раз представляет и прежде чем прийти в DevOps человек должен обладать определенным уровнем знаний в разработке эксплуатации то есть на хороший начинающий DevOps это как минимум middle разработчика как минимум middle system engineer то есть поскольку мы автоматизируем все эти процессы разработки эксплуатации программного обеспечения то для того чтобы что-то хорошо автоматизировать нужно хорошо понимать как это работает что нам даст курс то есть основная фишка программы это постоянный переход от конкретного конкретного сначала дается карта конкретных практик далее подробно разбираются уже отдельные практики с виси инфраструктура сокота сервис билити и тому подобное то есть данный курс позволит вам на профессионном уровне овладеть инструментами и такими подходами для реализации следующих практик как инфраструктура как код конец нагрешен конец ливер конец деплоймент системы конгиграционного менеджмента системы хранения артефактами работа с чувствительными данными ну это конечно же observability это мониторинг логин и трейсинг то есть обучение проходит онлайн общение с преподавателями и вашей группой будет в телеграм-чате вашего курса также у вас будет функционал для сдачи домашних работ и получения обратной связи от преподавателя вебинары идут по два академических часа или же астрономических полтора тем вебинары сохраняются в записи в вашем личном кабинете домашнее задание выдается в среднем раз в две недели а на выполнение уходят до трех до пяти часов это партнерский курс поэтому яндекс клаг бесплатно предоставит необходимое количество ресурсов для выполнения практических заданий и у нас все преподаватели они являются практиками действующими специалистами которые работают в ведущих эти компаниях это авторские программы подготовлены опытным инженером и заводированным партнером экспресс 42 многие студенты еще во время прохождения первую часть программы находят и меняют работу в конце обучения могут претендовать уже на повышение в грейде вы также получите помощь с оформлением резюме и сопроводительного письма и разместить свое резюме в базе отус и сможете получать приглашение и собеседование от партнеров вот тут вы можете увидеть вилки зарплат в например в той же москве имеется 2562 актуальные вакансии и преподаватели курса которые будут вас ждать после окончания достаточно крупные компании уже говорили формат обучения идет онлайн трансляции по 2 академических часа в неделю доступ к записи материалам занятий стоит навсегда у вас идет также практика то есть домашнее задание в конце у вас будет проектная работа для усиления вашего портфолио ну и конечно же активная комьюнити то есть вы всегда сможете общаться с преподавателями голосом на вебинарах а также в закрытом чате телеграм при проверке домашних заданий здесь глянем что нас ждет на курсе то есть девопс первый блок у нас будет касательно общих практик девопс то есть поговорим что такое девопс и как он развивался поговорим про практики методики которые мы используем в девопс более углубленно познакомимся с гитом также с такой практикой которая называется чат опс и командой работы с гитом познакомимся с облачной инфраструктурой и облачными сервисами и также с основными сервисами яндекс клауд с которыми мы будем постоянно работать на протяжении нашего курса дальше научимся управлять инфраструктурой и конфигурации то есть рассмотрим такие практики как инфраструктура как код неизменяемая инфраструктура и тому подобное то есть самое первое это да это модель управления инфраструктурой как у нас все пришло от ручной управления в инфраструктуре и собственно написание каких-то простых скриптов до подготовки образов с помощью пакера до таких подходов как инфраструктура как код и детал Потом познакомимся с Terraform, научимся с ним работать. Рассмотрим, в принципе, организацию инфраструктурного кода на примере Terraform. Начнем управлять. Научимся управлять конфигурацией с помощью Ansible. Более углубленно на следующих трех уроках погрузимся в Ansible. Ну и, конечно же, поговорим про безопасность инфраструктуры. Дальше, конечно же, Continuous Integration, Continuous Delivery и Docker. То есть, сперва познакомимся с технологией контейнеризации введения в Docker. Также Docker, контейнеры и Docker под капотом. Будем углубленно уходить в Docker. И потом начнем работать с пятого урока над Continuous Integration, Continuous Delivery. Более плотно познакомимся с TidLabs CI. Ну и, конечно же, не забудем о безопасности. Итак, вижу вопросы. Сейчас перейдем к третьей части. А в третьем блоку того, что нас будет ждать, я пока на них отвечу. Так, на каких инструментах произведем учиться? Все open-source. Да, все open-source. Домашние задания можно будет выполнять на Яндекс Клауде. То есть, вам будет предоставлен промокод для того, чтобы можно было заниматься на инфраструктуре Яндекс. То есть, если у вас есть своя собственная инфраструктура, то можно на ней. Как часто эти QA-сессии могут быть в прошении курса? Можно ли задавать вопросы? Да. Чаще всего вопросы, которые не связаны с темой урока, с домашних заданий, пристав в топик, они чаще всего задаются в Телеграме. В Телеграме, в канале, в Телеграм-чате сидят наши преподаватели, которые также будут отвечать QA-сессии. Как часто происходят они? Происходят с руководителем курса. Но, насколько мне известно, за курс у вас две или три QA-сессии крупных таких будут. Они будут, наверное, по длине сопоставимы с вебинаром. Чтобы ответить на все накопившиеся вопросы. Так, дальше вижу. Трейсинг – это что? Трассировка запросов. Это отслеживание запросов. То есть, в современном мире у нас чаще используется микросервисная архитектура. И когда у нас ломается наше приложение, нам важно знать, в какой части оно именно поломалось, чтобы отследить этот запрос. Давайте представим, что у нас есть сервер бронирования билетов для кинотеатра. И у нас там есть наше веб-юи, у нас в нем есть отдельный сервис для того, чтобы забронировать места, отдельный сервис для оплаты и отдельный сервис для печати наших билетов. И что у нас происходит? У нас проходится по этим этапам наш пользователь, и вдруг у него возникает ошибка. И нам важно следить, где именно у него произошла ошибка, где именно не прошел запрос. То есть, не прошел запрос у нас от сервиса бронирования, либо от сервиса оплаты, там что-то не прошло. Именно для этого мы используем, например, трассировщик запросов, такой как Ягер. Для того, чтобы понять, какой именно из наших микросервисов не прошел запрос, который из наших микросервисов отдал условную пятисотку, чтобы понять, что именно нам нужно чинить. Я так понимаю, да, это вебинар уже. К концу мы уже рассматриваем карту нашего курса. Курбы затрагивать Microsoft Azure DevOps и его функциональность возможностей. Сверли с тем, что, по-моему, данный курс в основном направлен на жителей России, то, насколько я знаю, к Microsoft Azure доступа может не иметься, честно говоря. Поэтому, да, раньше курс был на Google Cloud платформа ориентирован, но сейчас был изменен на Яндекс Клауд для того, чтобы использовать более актуальные технологии для российского рынка. Про Microsoft Azure можем рассказать, но прямо так напрямую затрагивать сейчас не будет. Какие дедлайны по домашнему заданию? В среднем на выполнение домашнего задания дается 1-2 недели. То есть до того, как будет выдано следующее домашнее задание. Так, дальше у нас идет, конечно же, мониторинг и логирование. То есть рассмотрим, как правильно мониторить наши сервисы, как отслеживать логи. Ну и рассмотрим некоторые практики уже из SRE. Ну и, конечно же, это контейнерная оркестрация, это, конечно же, работа с кубернетством. Почему? Потому что кубернет у нас используется практически сейчас везде. То есть это может быть OpenShift, это может быть кубернет-сесс-сервис, это может быть ванильный кубернет, это у нас может быть, оно на рынке России, это The House. То есть вот так вот. То есть кубернет, это, наверное, одна из самых основных технологий, которые должен знать DevOps. Ну и, конечно же, проектная работа. То есть проектная работа у нас заключается по сценам Production Grade, развертывание предложений с учетом изученных практик и инструментов. У вас тут будет два вебинара. Один будет на тему выбор темы и организации проектной работы. И второй уже будет на саму защиту. То есть пример выпускного проекта вы можете увидеть на самом лейдинге. То есть это CID-система или прототип инфраструктурной конфигурации. Также можете ознакомиться с нашими прибавдователями. То есть это все действующие специалисты в достаточно крупных компаниях. То есть это эксперты практики, которые делятся опытом, разбирать кейсы студентов и дают развертанный фидбэк на домашние задания. Следующий вебинар у нас будет по поводу Chaos Engineering. Это будет его проводить Дмитрий Золотов. И он будет достаточно интересным. Так как часто сами задания, задания в среднем даются раз в неделю, раз в две недели. На Горсик, ну конечно на Кубернец они чаще будут, потому что тут нужно много практики. Тут практически на каждом уроке будет домашнее задание. Но в остальных там раз в две недели. Ну и пойдем дальше. По поводу карьерной информации. То есть наши специалисты проанализировали рынок на актуальность и на позицию доп. инженера от 1 до 3 лет опыта. В среднем 939 открытых вакансий. Медианно зарплатных предложений. Не все компании указывают зарплаты, но в среднем предлагают от 190 тысяч рублей в месяц. То есть вот у нас, например, инженер по практикам DevOps до 200 тысяч рублей на руки. DevOps инженер от 200 до 300 тысяч рублей на руки от двух лет. Также опять на 200 тысяч рублей в среднем от 1 до 3 лет опыта Сбербанк не указывал. Ну и давайте уже под конец порефлексируем. То есть какие цели вебинара были достигнуты за данные два часа. То есть рассмотрели основные практики DevOps, его основу, что такое DevOps, какие практики есть, где и как применяем. Ну и научились более-менее ориентироваться в стратегиях диплоев. То есть понимать, что они из себя представляют. Какие списки материалов для изучения в свободное время я рекомендую? То есть это Software Engineering by Youngstom Review. То есть очень интересная книга, очень классная. То есть рекомендую прочитать тем, кто работает в IT, потому что она дает функциональную... Она дает фундаментальные знания в принципе о процессе инженерии программного обеспечения. Также есть прекрасная книга, это The DevOps Handbook. То есть это, можно сказать, настольная книга DevOps-инженера, в которой рассказывается про сами практики DevOps. Ну и из последних, которые я прочитал и которые очень понравились, это про финтех, DevOps в финтехе. То есть Industrializing Financial Services with DevOps. Спиридоном Маниотисом было написано. Очень классный человек. Сам по себе очень крутой инженер. Мне удалось с ним пообщаться на конференции в этом году DevOps.conf в Венюсе в Литве в мае. Зачно очень интересные. Так, вижу, в одной из вакансий была EWS, но я в курсе. Да, EWS сейчас не рассказывается. В некоторых вакансиях оно может спрещаться, но в основном сейчас уже, по-моему, тот же Сбир, он, по-моему, переходит больше на Индекс Клауд, и в рамках российского рынка EWS пока не будет уж сильно популярным. Но, честно говоря, и на западном рынке EWS уже сейчас не особо пользуется популярностью, потому что их ценовая политика в рамках Европы сейчас не особо очень привлекает. IT-компания. А, у Сбера свое облако. Значит, владею старой информацией. По поводу Сбертеха. Так, эти книги на русском языке или на английском? Последняя, она, по-моему, только на английском, но The DevOps Handbook и Software Engineering их можно найти на русском языке. Да, курс у нас начинается 30 ноября. Следующий открытый урок будет у нас 16 ноября. Вы можете также перейти на лейтинг курса по данному QR-коду. В принципе, у меня на этом все. Если есть у вас желание, могу попросить пройти ссылку на опрос, который отправил в чат. И, в принципе, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. И, если у вас есть желание, то всех жду на нашем курсе. Всем хорошего вечера. Всегда пожалуйста. Продолжение следует...